Гормональная терапия Гормональная терапия Гормональная терапия Гормональная терапия Гормональная терапия в местной распространённом раке простаты или нет. Прежде чем мы об этом поговорим, немножко отойдём в сторону статистики. Если мы сравним распространённость рака простаты в России и, например, в Соединённых Штатах Америки, то увидим, что ситуация примерно одинаковая – 15-20% и там, и там сильно не отличается. В Америке рак простаты на первом месте находится, в России у мужчин на втором месте. Но если мы посмотрим на смертность от рака простаты, а в частности изменения за последние десятилетия, то тут цифра пугающая для наших с вами сограждан. За это время в Соединённых Штатах Америки смертность от рака простаты снизилась больше, чем вдвое, тогда как в России увеличилась почти вдвое, почти на 40%. Почему так происходит, мы об этом тоже поговорим сегодня. Если коснуться данных Европейской ассоциации урологов, то мы знаем, что у одного из шести, по другим данным из восьми мужчин в жизни будет рак простаты. Не значит, что он будет выявлен, но он будет. Что приводит к более чем 400 случаям ежегодного выявления рака простаты в Европе. И мы прекрасно знаем, что при раннем выявлении выживаемость достигает 100%, а при позднем выявлении трое из четырех мужчин от этого заболевания умрут. И как минимум двое из этих трех мужчин могли быть диагностированы или пролечены при адекватном подходе, в связи с тем, что процесс у этих людей достаточно агрессивный, и ситуация могла быть другая. Вспомним проценты выживаемости у тех, у которых ситуация была упущена. Если мы возьмем на этой стадии этих пациентов, то согласно стандартам, в частности, Американской онкологической ассоциации, НССН, Европейской ассоциации урологов, мы увидим, что достаточно много у нас сегодня возможностей в отношении рака простаты высокого и очень высокого риска. В частности, хирургическое лечение может быть применено. НССН относится к этому немножко более сдержанно, настаивая на комбинированном лечении. То же самое, в принципе, говорит о Европейской ассоциации урологов. Однако хирургическое лечение может быть проведено отобранным пациентам. Вопрос может быть немножко в стадии. Европейская ассоциация урологов до сих пор относит к раку простаты высокого риска локализованный процесс без местного распространения, Т2С. Американская ассоциация и онкологическая ассоциации от этого уже отошли, но, тем не менее, ни в том, ни в другом случае нет речи о неодьювантной терапии. Почему так произошло? Если мы наберем в ПАБМЕДе достаточно такую сложную комбинацию слов «неодьювантная терапия в лечении рака простаты высокого риска хирургическим способом», то вылезет аж 50 результатов. И остывание отношения к неодьювантному лечению, если мы посмотрим на эти 50 статей, 50 работ, началось примерно с середины 90-х годов прошлого века. Одна из этих работ, одна из основополагающих работ показала, что неодьювантная терапия не приводит к улучшению выживаемости без биохимического прогрессирования по сравнению с только хирургическим лечением, не приводит к улучшению выживаемости без биохимического прогрессирования у пациентов с локализованным раком простаты, но отдельно, может быть, слишком мелким шрифтом было выделено, что биохимический рецидив у пациентов с положительным хирургическим краем наступает гораздо реже, статистически достоверно реже, если этим пациентам была проведена неодьювантная терапия. Собственно, на этом моменте и стоило бы задумываться, в общем-то и задумались исследователи о том, что для применения неодьювантной гормональной, в данном случае, а как мы позже увидим, и химио-гормональной, и химиотерапии, нужно отбирать пациентов, нужны определенные критерии, которые покажут нам, что данная комбинация эффективна и может быть применена в клинической практике. Кахрановский метаанализ, проведенный примерно 10 лет назад, в общем-то поставил, наверное, точку на неодьювантной гормональной терапии, показав, что в большинстве исследований неодьювантная гормональная терапия приводит к уменьшению опухоли, приводит к уменьшению частоты положительного хирургического края, но не меняет результаты в отношении онкологических результатов, в отношении выживаемости, не удлиняет период до развития биохимического рецидива, не увеличивает канцероспецифическую и общую выживаемость. В общем-то, это одна из основных и немногих ссылок в современных рекомендациях на эту работу, которая приводится, объясняя сдержанное отношение, объясняя то, что легенда все-таки не родилась. Но не родилась ли она или, как я уже говорил, продолжает рождаться, мне такое впечатление, что все-таки второе, потому что в наш век появляются новые препараты, препараты эффективные, препараты, показавшие свою эффективность в метастатическом как гормонально-чувствительном, так и кастрационно-резистентном процессе. И, возможно, как показано, например, в этой в прошлом году вышедшей работе, комбинация стандартных, довольно изученных десятилетиями, в том числе и в неодювантном режиме препаратами с этими новыми препаратами, новыми антиандрогенами, здесь в этом исследовании это абиратарон, поможет нам улучшить результаты последующего хирургического лечения и улучшить возможности хирургического лечения, не только в виде уменьшения опухолевой ткани и снижения частоты положительного хирургического края, как было продемонстрировано в этой работе, но в этой работе также было продемонстрировано уменьшение частоты биохимического рецидива в течение 4 лет наблюдения. Исследователи продолжают работать и наверняка нас ждут новые данные в отношении эффективности неодювантной гормональной терапии, назовем ее так, модифицированной гормональной терапии. Химиотерапия в лечении ракопростаты, если мы посмотрим на те исследования, которые за последние чуть меньше 20 лет произошли в этой сфере, мы найдем аж 21 работу, и не без гордости могу сказать, что здесь есть и наша с Александром Гостантиновичем работа, вот она здесь приведена, в которой было показано, что несмотря на различия в выживаемости без прогрессирования, в общей выживаемости, статистической достоверной разницы выявлено не было, однако было отмечено статистическое различие в конце специфической выживаемости. И это довольно интересный вывод был получен, несмотря на то, что количество пациентов было небольшое. Параллельно с этой, буквально в тот же год, с нашей работой вышла еще одна работа из Кливленда. Как я позже узнал, из-за этого исследования наш труд не был опубликован в Urology and Oncology, хотя, в принципе, дизайн исследования был примерно такой же. Примерно такое же количество пациентов, примерно такая же схема проведения химиотерапии, проводилась только химиотерапия, гормональная терапия тогда не была стандартом для сочетания с токсанами для лечения этих пациентов, и примерно такая же медиана наблюдения. Те же самые один след, результаты тоже получились такие неоднозначные. В группе с проведением неодевантной химиотерапии увеличение отмечено по сравнению с исторической когортой, так называемой, авторы анализировали с этой группой. Увеличение отмечено только по общей выживаемости. Ну вот, то есть химиотерапия тоже не показала какого-то однозначного вывода, в связи с чем, например, мы, как, ну, в общем-то, и многие другие исследования, продолжаем изучать это направление, в частности, в сочетании химиопрепаратов, токсанов и гормональных препаратов, которые вышли в более поздние сроки и не были изучены в неодевантном режиме. Дизайн этого нового исследования представлен на слайде. На данный метод лечения нами был получен патент. И, в общем-то, есть уже определенные результаты, которые можно сформулировать вкратце так. Ранние онкологические результаты – это ожидаемое, в общем-то, увеличение, более высокое снижение уровня ПСА, более выраженное уменьшение объема простаты, объема опухоли. Что хочется отметить из ранних результатов – это большая частота гипостодирования, то есть большая частота выявления локализованного процесса по сравнению с клинически подозреваемым местно распространенным процессом. Не думаю, что тут только речь идет о качестве диагностики. Скорее всего, действительно, неодевантное лечение привело к уменьшению объема опухоли. А, соответственно, если мы говорим о теме этого сообщения, увеличило возможности хирургического лечения. Более отдаленные онкологические результаты в этом году были опубликованы нами в журнале «Онкоурология». И показано, что при медиане наблюдения чуть меньше трех лет положительный хирургический край достоверно реже выявлялся в группе с неодевантной химиогормональной терапией, что говорит о возможности хирургического лечения, о том, что неодевантная терапия увеличивает возможности хирургического лечения. Безрецидивная выживаемость статистически значимо не различалась. Однако и канцероспецифическая тоже. Однако общая выживаемость была несколько выше в группе комбинированного лечения. Анализируя, почему так произошло в той или иной группе, я не буду подробно касаться. Дальнейшие сообщения будут посвящены этому в том числе. Мы оцениваем результаты патоморфоза после проведенной химиогормональной терапии, анализ микро-РНК в удаленном материале в ткани простаты, и если подытожить все то, что было сказано, было проанализировано в исследованиях и было получено нашими результатами, то неодевантная химиотерапия, химиогормональная терапия и вообще неодевантная терапия может сводиться к нескольким положениям. Прежде всего, это уменьшение размеров опухоли, что повышает, и в пику теме доклада, это, наверное, главный вывод, неодевантное лечение может повышать результаты, эффективность и возможность в принципе выполнения хирургического лечения, резектабельность, частоту отрицательного хирургического края. Более сложные, скажем так, материи, но которые, наверное, играют роль, и роль которых еще предстоит уточнить, это степень патоморфоза, и все это влияет на вот это ядрышко, которое обозначено словом прогноз, то есть оценка зависимости ответа на неодевантную химиотерапию, химиогормональную терапию, на продолжительность безрецидивной выживаемости, канцероспецифическую и общую выживаемость. Сегодня еще будут доклады, посвященные роли системного лечения в раке, системной терапии в лечении ракопростаты не только локализованного, местно распространенного, но и легиментостатического ракопростаты. Вы знаете, существует немало работ, которые посвящены комбинации и выводы, и многие из них в выводах своих говорят, как вот это, например, это в прошлом году вышедшее исследование о том, что хирургическое лечение при поддержке химиогормональной терапии может приводить к определенным результатам в виде более выраженного снижения ПСА, в виде уменьшения количества позитивных лимфатических узлов, частоты положительного хирургического края и в ряде случаев, однако, не в проспективных исследованиях к улучшению показателей выживаемости, но об этом, думаю, что сегодня еще будет сказано. И если говорить о перспективах исследования роли неодевантной терапии, то нужно сказать о том, что, наверное, отбор пациентов для этого метода лечения, для данной комбинации химиогормональной терапии в неодевантном режиме с последующей радикальной простатоктомией нужно пристальнее отбирать больных с учетом показателей, среди которых возможна оценка роли патоморфоза, оценка изменения уровней экспрессии микро-РНК, молекулярные генетические изменения, что, наверное, должно привести к построению агрессионной модели. Наверное, какой-то части больных данный метод лечения помогает. Какой мы должны понять для того, чтобы сформировать таргетную популяцию для данного режима лечения. Неодевантная терапия не должна быть сдерживающим фактором в лечении пациента. Наоборот, она должна помогать для того, чтобы приводить к лучшим результатам, как, например, получено в результатах, ну, наверное, крупнейших центров нашей страны, наиболее активно занимающийся данным вопросом, это Институт онкологии Петрова, МИЦ радиологии и подразделение его, Институт Герцена. Поэтому, наверное, эти работы продолжаются. Наверное, нас ждут много нового. И я бы не сказал, что у меня получилось справиться с этой задачей, разрушить миф по неодевантному лечению, в лечении локализованного рака простаты и местно распространенного, и показать, что эта легенда не родилась. Наверное, мы еще посмотрим, может быть, она еще родится. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok